МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный партнер выпуска – сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Новости на восьмом. В ближайшие полчаса расскажем о главных событиях в жизни Владивостока. В студии Александра Вершинина и вот главные темы на сегодня. Танцуют все. Будущие актеры сдали сегодня важный госэкзамен. Об одном из главных экзаменов молодых артистов подробно расскажу я, Анна Бережная. Профессия три века спустя. День повивального искусства отметили акушеры-гинекологи города. О профессиональном празднике акушеров-гинекологов расскажу я, Ирина Макарецова. Кто счастливчик? Удачливые жители Владивостока стали обладателями бриллиантов. Мне вот ребенок взял, а вдруг бриллиант выиграем. Не зарегистрировал. Кроме того, сегодня в выпуске моряки одолели джокеров. Адмирал удержал историческую для себя победу. И еще доступ запрещен. В Приморье заблокировали два сайта с телефонными справочниками. Но об этом позже, а сейчас о главном. Жители Владивостока снова вышли на митинг против строительства супермаркета на месте сквера в районе Бестужева. Напомним, работы на огороженной территории приостановлены после того, как администрация Владивостока отозвала разрешение на строительство, выданное на основании договора аренды на земельный участок, подписанного ООО «Версад» с Департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края в 2013 году. Основанием для отмены разрешения стало то, что в 2014 году в этом районе был зарегистрирован и внесен в реестр муниципальной собственности сквер площадью 827 квадратных метров. Этот факт возмутил не только жителей по улице Бестужева, но и других горожан, которые выступают за сохранение зеленых зон. На этот раз на митинг они пришли, чтобы наказать инициатора стройки, депутата городской думы Дмитрия Сулеева. Некоторые даже предлагали лишить его занимаемой должности. Мы составили обращение к председателю Думы города Владивостока Елене Новицкой. В нем мы просим осудить действия депутата Сулеева, освободить его от обязанности председателя Комитета по экономической политике и муниципальной собственности и обратиться в прокуратуру о прекращении строительства магазина на месте зеленых насаждений. Заявила на митинге непредставившаяся жительница дома по улице Бестужева, 36-38, корреспондентом РИА «Примамедиа». Напомним, что сами инициаторы стройки планируют продолжать работу на участке по улице Бестужева. У застройщика есть еще три месяца на обжалование запрета. Строители планируют обжаловать его в суде и сейчас представители фирмы «Версат» готовят соответствующий иск. А теперь об испытании на прочность, но в более позитивном ключе. Четвертый курс Института искусств сегодня сдал заключительный госэкзамен по танцу. Облачный атлас. Так решили назвать выступление в этом году. Учеба в творческом вузе никогда не бывает скучной. Об этом наслышаны многие. А вот как и что должен уметь танцевать настоящий актер, выясняла моя коллега Анна Бережная. Последние приготовления на волнение времени нет. Нужно успеть собрать костюмы и подготовить к выступлению сценическую площадку. До выпуска еще почти полгода, но уже сегодня студенты четвертого курса Института искусств сдают один из основных экзаменов театрального факультета. Умение ребят раскрыться в танце оценивают педагоги и зрители. Облачный атлас. Так называется этот танцевальный спектакль, в котором вместе с главными героями, студентами, зрители попадают в разные времена и эпохи. Древние обряды и народные обычаи. Здесь, например, можно увидеть бурятский танец-хоровод «Йохор». Исполнить его и некоторые другие оригинальные номера – идея самих студентов. У нас русско-бурятская группа. И мы пытались. И мы четыре года, естественно, бок о бок с нашими однокрупниками. И они тоже пропитались нашей культурой. И мне кажется, как никогда этот танец у нас должен получиться. И они понимают и наши обряды, и традиции. Для будущих актеров недостаточно только знать культуру разных народов и историю прошлых веков. Они должны и уметь отразить их, в том числе и в танце. Так в обязательную программу обучения артистов входят историко-бытовые танцы, например, полонессы Павана. Во время учебы они проходят различные виды танцев, различные направления. Поэтому здесь очень важно, как студент воспринимает эту информацию. Пластически, теоретически. То есть вот такие знания, с которыми ребята выходят, ну, как я еще раз повторяюсь, в профессиональную жизнь свою. Молодым артистам немного грустно. К этому танцевальному спектаклю готовились вместе полтора года. А уже сегодня показывают результат совместной работы. Я переживаю за какие-то моменты, за какие-то там, ну, боюсь что-либо забыть. Переживаю за все абсолютно, потому что, как бы, как бы мы ни готовились к этому, как бы мы ни стремились, все равно есть какие-то недочеты, много чего. Можно было бы еще, если было бы побольше времени, мы бы еще над этим работали, работали и работали, а так, в принципе, я за все переживаю. У меня сердце колотится, к тому же многие номера, мы очень часто оставались вечерами, готовились, и все равно не то, хочется чего-то больше, еще и еще. Сейчас даже сидел, знаете, вот волнуешься, но этого нужно не бояться, от этого нужно получать кайф. Это же круто, когда у тебя 30 минут буквально, тетя придется, еще поволноваться успеть нужно. Вот, как-то кто-то очень умный сказал, не бойтесь, у вас будет 2 секунды до выступления, до драки, 2 секунды, чтобы побояться. Практически все госэкзамены, как и танец, студенты театрального факультета сдадут на зимней сессии. А затем в июне им предстоит защита диплома и экзамен по мастерству артиста, дипломный спектакль. Тело – главный инструмент артиста. Все 4 года ребята трудятся здесь, в этом фойе, занимаются у профессиональных хореографических станков. И сегодняшний экзамен – результат многолетней работы без 5 минут артистов. Анна Бережная, Андрей Макаров, Новости на Восьмом. А сейчас пришло время запустить наш ежедневный опрос. Сегодня мы спрашиваем зрителей, а вы мечтали стать артистом? Если ваш ответ – да, и в детские годы вы грезили о том, чтобы сниматься в кино, работать в театре или выступать на сцене, набирайте 249-8806. Если же творческая стезя в качестве будущей профессии вас никогда особенно не привлекала, звоните 249-8807. В конце выпуска мы узнаем, как на наш вопрос ответил Владивосток, а пока к другим темам. Праздники официально завершены. Новогоднюю елку, установленную на Центральной площади Владивостока, начали разбирать сегодня. С праздничного дерева снимают гирлянды и игрушки. По словам рабочих, процесс займет около 5-6 дней. Затем все отвезут на склад и будут хранить до следующего Нового года. Вместе с тем на площади начали разбирать и зимний городок, и светодиодные экраны. Привычные праздники позади, на очереди более необычные. День повивального искусства Бабьи Каши отметили акушеры-гинекологи Владивостока. Союз врачей Приморского края 13 лет назад возобновил празднование популярного древнерусского мероприятия. Праздник появился в 18 веке, тогда же, когда и сама профессия повитухи. Причем каша на столе была неотъемлемой его частью. Ирина Мокрецова расскажет, как старинный праздник отмечают сегодня и какие традиции сохранились три века спустя. Белые халаты сменили на алые сарафаны о привычной родеятельности на песни и танцы. Несколько лет назад акушеры-гинекологи Приморского края возродили древнерусский праздник повивального искусства – бабьи и каши. И уже который год подряд отмечают его согласно всем руссконародным традициям. Вы видите, что 13-й год мы вместе с вами. И этот праздник, как и предыдущие все, посвящены нашим учителям повивального дела. Повивальными бабками раньше называли докторов, которые принимали роды. Профессия появилась в Москве в конце 18 века. Кстати, изначально каждая повитуха принимала присягу на Библии, обещая ходить к роженицам в любое время дня и ночи, не участвовать в подмене детей, вызове выкидыша и других спекуляциях, а также не оскорблять молодую маму. Я кушерка, повитуха, врач-акушер-гинеколог. Немножко разные качества образования, но все в целом одно и то же. В Древней Руси бабьи и каши отмечали на следующий день после Рождества. Утром проходили службы в церквях, а вечером женщины шли в гости к той, кто принимал у них роды и приносили ей всевозможные подарки. Повитуха, в свою очередь, ставила на стол горшочек каши, символ плодородия. Я когда первый раз увидела роды, я поняла, что это мое. Мое, и я без этого не смогу, потому что это чудеса какие-то, это действительно что-то необыкновенное. Это вот не было, и вдруг появился человек, он кричит. И вот было нас трое, женщина, врач-акушерка, и вдруг еще один человек появился. На современный праздник кашу приготовили все медицинские работники, причем не одну на всех, а 13 разных видов. А гости дегустировали и голосовали за наиболее вкусное, по их мнению, блюдо. Кстати, в древности ценилась именно гречневая каша. Считалось, что она дарует здоровье. Сегодня же традицию немного модернизировали, и на суд гостей представили геркулесовую, тыквенную, чечевичную и даже кашу с морепродуктами. Раньше считали, что между повивальными бабками и детьми, которых она приняла, устанавливается тесная духовно-родственная связь. Повитуха становилась частью семьи, ее приглашали на крестины, проводы в армию, свадьбы. Она даже готовила невесту к первой брачной ночи. Наверное, профессия, которая требует огромного уважения. А знаете, как страшно рожать? На современные бабьи и каши пригласили акушеров-гинекологов, их пациентов и коллег. В течение праздника гостей развлекали русскими народными песнями, частушками, танцами и играми. Несмотря на веселое времяпрепровождение, у современного дня повивального искусства высокие цели. Акушеры-гинекологи стремятся не только возродить национальные традиции, но и повысить престиж материнства и отцовства и, как следствие, рождаемость в Приморском крае. Ирина Мокрецова, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Во Владивостоке стартовала очередная серия познавательных занятий для садоводов и огородников. Первая в этом году лекция была посвящена вопросам выращивания и разведения актинидии и лимонника. Ее автором выступил директор Дальневосточной опытной станции Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства Павел Чебукин. Чтобы узнать все тонкости в разведении Лиановых, на занятия пришли более 150 горожан. Всего сейчас первое время запланированы четыре лекции. Это лекции на темы выращивания и ухода за цветами. Розы, георгины, лилии. То есть люди оповещены, очень пользуются большим спросом. Как видите, им это интересно. Они узнают много новой информации и могут ее использовать при выращивании, при уходе за своими садоводческими участками. Напомним, что принять участие в занятиях школы садоводов и огородников могут все желающие. Вход свободный. Лекции проходят в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района по адресу улица Ильичева, 15, второй этаж. Сейчас мы прервемся на рекламный блок, а после расскажем вот о чем. Кто счастливчик? Удачливые жители Владивостока стали обладателями бриллиантов. Моряки одолели джокеров. Адмирал одержал историческую для себя победу. И ответы наших зрителей на вопрос. А вы мечтали стать артистом? Генеральный партнер выпуска – сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Маловато, понимаешь? Маловато будет! Весь январь в магазинах «Азбука мебели» первая грандиозная январская распродажа мебели. Скидки до 40% на всю мебель. Эффективная корейская климатическая техника для чистого и свежего воздуха в вашем доме. Спрашивайте в магазинах «Корел». Настоящая Корея. Банка. Хранить в ней деньги было можно, но приумножить сложно. Время идет. Доходность растет. Кредитный потребительский кооператив «Тихоокеанский сберегательный». Ваши сбережения застрахованы. Оптом и в розницу. Огромный выбор семян овощных и цветочных культур. Горшков для рассады и более 15 тысяч номинований товаров для сада, огорода и вашего дома. 14 апреля. Фетисов арена. Грандиозное шоу группы «Руки вверх». Юбилейный концерт всенародно любимой группы. Эксклюзивная постановка, видеоинсталляции и только хиты. Лечение рака в Южной Корее. Ехать, лечить рак. Аллазия. Телефон 222-8297. Сайт аллазия.рф. Это новости на восьмом. И смотрите далее в нашем выпуске. Кто счастливчик? Удачливые жители Владивостока стали обладателями бриллиантов. Моряки одолели джокеров. Адмирал одержал историческую для себя победу. И ответы наших зрителей на вопрос. А вы мечтали стать артистом? Начнем вторую часть выпуска с оперативной информации. Магазины Владивостока оштрафованы за продажу спиртовых концентратов. Продолжаются совместные рейдовые проверки сотрудников управления Роспотребнадзора и полицейских. 15 января были проверены 24 объекта розничной торговли. В результате обнаружена незаконная реализация спиртосодержащей непищевой продукции общим объемом более 13 литров. По факту незаконная предпринимательская деятельность составлен соответствующий протокол. К продавцам будут применены предусмотренные законодательством санкции. А тем временем в Приморье заблокировали сайты с телефонными справочниками. Советский районный суд Владивостока признал незаконной работу двух сайтов, сообщило управление Роскомнадзора по Приморскому краю. Речь идет о телефонных справочниках «Джокос.инфо» и «Номера.инфо». Решением Советского районного суда города Владивостока деятельность данных интернет-ресурсов признана незаконной и нарушающей право граждан на непрекостовенность частной жизни, личную и семейную тайну, говорится в сообщении ведомства. Напомним, что иски о признании деятельности справочников незаконной подало Управление Роскомнадзора по Приморскому краю. А теперь переключимся на более позитивный лад и напомним зрителям о нашем интерактивном голосовании. Сегодня мы спрашиваем, а вы мечтали стать артистом? Если ваш ответ «да» и в детские годы вы грезили о том, чтобы сниматься в кино, работать в театре или выступать на сцене, набирайте 249-88-06. Если же творческая стезя в качестве будущей профессии вас никогда особенно не привлекала, звоните 249-88-07. В конце выпуска мы обязательно подведем итоги. А теперь самое время услышать ответы горожан. Их, как всегда, записали наши корреспонденты на улицах Владивостока. Нет. Никогда? И даже в детстве? Даже в детстве. Никогда. А почему? Реалистка. Ну, был маленький смотришки, но как-то интересно. Там мушкетеры, рыцари, война. Наверное, поэтому. Ну, а потом уже более земные профессии захотелись. В чужой сей так артистка. Нет. Нет? Никогда? А, нет. А почему? Не знаю. Не люблю сцену. То есть стеснялись бы, да, выступать? Нет. Почему нет? Не знаю. Мне кажется, это очень сложно. Удачливые жители Владивостока стали обладателями бриллиантов. Сеть магазинов «Азбука мебели» и «Народная кухня» разыграли среди своих покупателей драгоценные подарки. Ну, а кто эти самые счастливчики, расскажет Алина Черненко. Новогодние праздники подошли к концу, а жители Владивостока продолжают получать подарки. Сеть магазинов «Азбука мебели» и «Народной кухни» порадовали своих покупателей не только скидками, но и драгоценностями. 50 бриллиантов стали приятным бонусом к новой мебели. В декабре у нас проходила акция «Бриллиантовый Новый год». Это был розыгрыш бриллиантов полностью по сети компании «Империя мебели». Условия участия в розыгрыше – это совершение покупки на любую сумму. 50 счастливчиков случайным образом определил компьютер. В итоге 13 жителей Владивостока стали обладателями бриллиантов чистой воды. Победители признались, что до последнего не верили в такую удачу. Очень неожиданно, и я даже не поверила, сказала, что за бред, бросила трубку. Муж сказал тоже, что ерунда, что ты там слушаешь. Потом мне перезванивают опять, сама не регистрировалась. Мне вот ребенок меня взял, мам, а вдруг бриллиант выиграем? Ну и зарегистрировал. А ты верила, что выиграете? Ну, с моей удачей, возможно, да. Не верила, не верила, потому что, в принципе, не надеялась. Покупка была, в общем-то, плановая такая, стихийная, можно сказать, перед Новым годом. Поэтому, ну, не надеялась, не верила. Для меня это была просто огромная новость. Ну, вот, это первый в жизни мой выигрыш. Представляете, еще и в новогодние сказки сбываются. У меня есть внучка. Наверное, пускай останется память, да еще с сертификатом. Многие из тех, кто ранее приобрел мебель в этой торговой сети, возвращаются за новыми покупками. Ведь известные сети магазинов «Азбука мебели» и «Народной кухни» отличают не только высокое качество товара, широкий ассортимент, но и доступные цены. Например, в январе действует акция. Вы можете приобрести мебель со скидками до 40%. Альна Черненко, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. И к новостям спорта. Моряки, наконец-то, одолели джокеров. Приморский адмирал впервые в своей истории обыграл финский йокерит. Напряженный матч не смог выявить победителя в основное время. И судьба игры решилась только в овертайме. В хоккее поменьше тоже кипят страсти. Кубок главы Владивостока в самом разгаре. После групповых этапов любительского турнира определились первые два полуфиналиста. Все подробности в нашем спортивном обзоре. Хоккейный клуб «Адмирал» одержал историческую победу над йокеритом. Финскую команду приморцы обыграли впервые. Однако начало матча такого исхода не предвещало. Счет открыли гости уже на пятой минуте. 1-0 на табло продержались недолго. Моряки сначала усилиями Александрова вернулись в игру, а затем и вовсе вышли вперед после удачного броска от Казакова. Йокерит, чувствуя провал в обороне, стал нарушать правила, за что, соответственно, получал удаление. Этим хозяева воспользовались сполна. Уже во втором периоде счет стал 4-1 после точных бросков от Блума и Казакова. Финские хоккеисты бросились спасать игру. Вышло удачно. Джокеры гол за голом стали догонять моряков и в итоге смогли вывести игру на овертайм при счете 4-4. В дополнительном игровом отрезке, который, к слову, по новым правилам проводится теперь 3 на 3, хитрее всех оказался все тот же Казаков. Обманным резким щелчком он не только оформил первый в своей карьере хэт-трик, но и принес победу Адмиралу 5-4. После четвертой забитой шайбы немножко успокоились. Не хватает нам еще немножко опыта доводить такие игры до побед без нервотрепок. Поэтому мы рады, что взяли два очка. Все-таки Йокер – это сильная команда, борется за место в пловов. И нам эти очки были нужны. Плохо начали. Потом еще и удаление стали получать, если не ошибаюсь, 6 подряд. А вот Адмирал сыграл хорошо, реализовывал свои моменты. Мы же сыграли хорошо только в третьем периоде. Следующий матч Адмирал проведет с Минским Динамо и Хабаровским Амуром. Игра с белорусами пройдет на Фетисов арене, а вот дальневосточное дерби, которое состоится 19 января, станет для моряков выездным. А вот в непрофессиональном Владивостокском хоккее прошло сразу несколько матчей. В Приморской столице вовсю идет турнир на Кубок главы города, в котором на днях состоялись игры второго группового этапа. На льду встречались четыре команды – «Витязь», «Молот 2», «Беркут» и «Змеинка». Участвует 16 команд, мы их поделили на четыре группы. И каждая группа играет в круг в одни выходные. То есть вот на предыдущих выходных, на 7-8 число первая группа сыграла, выиграла команда «Босфор». Вот сейчас вот у нас начались игры второй группы. В течение двух дней команды успели сыграть с каждым соперником. «Витязь» и «Змеинка» показали отличный результат, обграв своих соперников с гигантским счетом. Однако количество шайб не так важно в турнире, как количество побед. Именно по последнему показателю из четверки в полуфинал прошла команда «Беркут». Состязания хоккеистов проходят по выходным и продлятся вплоть до конца февраля. По итогам проведения соревнований победители и призеров наградят кубками, медалями и грамотами от администрации Владивостока. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях в Приморской столице. Что должен уметь танцевать настоящий актер? Четвертый курс Института искусств сдал заключительный госэкзамен по танцу. Профессия три века спустя, день повивального искусства, отметили акушеры-гинекологи Владивостока. Жители Приморской столицы стали обладателями бриллиантов. Известная сеть магазинов разыграла среди своих покупателей драгоценные подарки. И ответы наших зрителей на вопрос «А вы мечтали стать артистом?» Результаты опроса прямо сейчас на ваших экранах. Даже если это не приведет вас в будущем на театральной подмостке, открывать в себе творческие способности никогда не рано и уж точно никогда не поздно. К тому же, по мнению психологов, такие возможности заложены в каждом без исключения человеке. Сегодня на этом все. Есть что добавить, заходите на страницы восьмого канала во всех социальных сетях. Или звоните телефон редакции 249-88-12. И уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. 16 января свой праздник отмечают представители одной из самых незаурядных и редких профессий. Это ледовары. От работы таких людей напрямую зависят результаты самых серьезных соревнований по фигурному катанию, хоккею и шорт-треку. К слову, дата – 16 января – для профессионального праздника была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1901 году, родился американский инженер Фрэнк Замбони, который изобрел специальный комбайн для восстановления льда на катках. Как ледовары сегодня работают во Владивостоке, предлагаю посмотреть прямо сейчас, без комментариев. Сразу после подробный прогноз погоды в студии работала Александра Вершинина. И увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин